Друзья, здравствуйте! У нас сегодня новая программа из цикла наших философско-политических размышлений, розмыслов. И у меня в гостях, как всегда, прекрасный, интеллектуальный и вообще неповторимый в этом плане Андрей Васильевич Ермолаев, социальный философ, экс-директор Национального института стратегических исследований, человек опытный и в управлении, и в то же время многомерно, многоуровневообразованный. Андрей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, Руслан! Я всегда благодарю вас за комплименты, не заслужил. Но мне всегда приятно... Хочу добавить сразу же сюда, что крайне смелый, потому что сегодня у людей образованных и умных в стране много, но очень мало тех, кто готов сегодня говорить публично. Вы знаете, наша с вами задача, да, вот когда говорят, зачем нужны, мол, эксперты, политологи публично, ведь наша с вами задача не просто постоянно что-то сопровождать, а вот как мы в быту говорим, называть вещи своими именами, то есть давать процессам имя, а имя – это путь к знанию, потому что имя отражает закон. Вот чем точнее мы... Иногда это скучно, пожалуй, да. Нам сложно с вами соревноваться со стендаперами, хайперами, но те, кому это интересно, мы получаем фидбэк, это приятно. Ну и ставить правильные вопросы, потому что политические системы всегда формируют виртуальную реальность, и я не против, когда эта виртуальность полезна для общества, она позволяет реализовываться людям, жить в комфорте, благополучии, но когда эта реальность противоречит иногда интересам и человека, и общества, тогда надо ставить иногда правильные вопросы. Сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о судьбе постсоветского пространства, так я написал, хотя у меня возникают сомнения, а вообще и существует ли такое понятие, насколько оно объективное, это понятие, насколько мы можем вообще его применять как постсоветское пространство. Как вы думаете, есть ли что-то общее вот на этом пространстве, условно говоря, от Владивостока до Варшавы? Вы знаете, мне кажется, оно было. Вообще сама фиксация пространства, неважно, сколько вы раз пост поставите, говорит о неком качественном состоянии и характеристиках отношений социальных. Они могут быть по-разному организованы, государственно, политически, но вот это пространство отношений, это и есть, собственно, пространство. Оно существует в каком-то времени. Раз мы говорим о пост, значит, исчерпался какой-то большой цикл. В моем языке это цикл советской цивилизации, я тут не одинок. Вот так смотрели на феномен Советского Союза и члены Римского клуба, я часто упоминаю, например, Богдана Гавилишина. Так смотрели и советские диссиденты, прекрасная работа Синявского в советской цивилизации, и левые. Ну, грубо говоря, это достаточно распространенная оценка. А вот что же такое пост? Ну, после чего это, да? Часто все это сводится к идеологии или политической организации. Потому что советская – это про систему. Это была политическая организация. Я думаю, что мы советское рассматриваем чуть больше даже, не только советское, но и период Российской империи. И даже, я бы сказал, где-то с периода расселения славян и в восточном, и в западном направлении, мы можем говорить о формировании какого-то пространства похожих смыслов организации и всего остального. Или я не прав? Не соглашусь. Нет, конечно, в истории вы найдете любую украинскую мову тяглость. Но все-таки мы говорим о… Я человек, травмированный эстматом. Мы говорим о определенной социальной системе, рожденной, сколько написано страниц, переломом в истории мировой, европейской, мировой войной. Это пространство рождено социальным экспериментом, строительством нового общества, социалистического. Я сейчас не собираюсь спорить с разными, так сказать, теоретиками, что чем называть. Поэтому я буду говорить о социологическом в кавычках. И тем не менее, это был смелый эксперимент, перевернувший мир и создавший действительно некую новую качественную систему отношений. Для кого-то она была примером, для кого-то вызовом. Эксперимент обернулся миллионами жертвами. В Украине это социоцит, влашающий у нас в истории как голодомор. Да и не только голодомор. Голодух было много в этот период. Военных трагедий, репрессий политических. Рождено было такое явление, как сталинизм. Как определенная характеристика. Сейчас другое слово, автократическое. Когда единоличное правление с жесткой административно-силовой системой. А вот постсоветское пространство, тут, наверное, корректнее говорить постсоциалистическое, оно просто произносится тяжело. Это пространство общества, которое начало резко изменяться в силу начавшихся новых, тоже по сути, революционных изменений. Но в чем суть этих революционных изменений? Вновь произошла большая переориентация на новой идентичности. Началось то, что мы помним историю, как национальный транзит. Первый момент. Второй момент. Глубочайшее изменение в структуре собственности и в системе отношений собственности от тотальной государственной, со всеми изъянами бывшей советчины, с ее теневой экономикой и прочим. Если могу много говорить, но, наверное, не сегодня это уместно. К институтам, уподоблявшимся частной собственности, известной по западной капиталистической модели. Вот об этом мы поговорим. Почему уподобление и в чем трагедия последующего развития событий. Также была совершена попытка по-разному реорганизовать и социальный строй, то есть систему отношений в новых образовывающихся обществах на основе распада. Вот этот переход, который, с одной стороны, сопровождался поддержанием, сохранением производства старых связей, ну от родственных, профессиональных до институциональных. У нас даже первое десятилетие некоторое пространство сохранялись. Ну, например, социальные гарантии. В рамках СНГ подписывались договора, да, и люди пенсионного возраста получали, то есть не жили в этом пространстве. Ну и до безопасности даже. Но был такой уважающий момент, как психологические, культурные черты, объединявшие, например, такие фильмы, новогодние, как Ирония судьбы, смотрело все постсоветское пространство. И вовсе, и не только потому, что это было символ ностальгии, но еще и определенные воспоминания о старом характере отношений и ориентирах, и так далее. Поэтому постсоветское пространство это исторический факт. Другое дело, что вот мы сейчас живем во времена пост-пост, то есть во времена, когда это самое постсоветское пространство тоже переживает трансформацию и разбивается на разные пространства. И для того, чтобы много не доказывать, я приведу только один живой пример, недавнее громкое, скандальное, по сути, выступление Дмитрия Медведева, где он говорил о, по сути, такой апгрейдовой доктрине, я называл это датына Русского Рейха. Жестко может быть, но мне кажется адекватно. Он там использовал даже, ну, такой термин, русское пространство. То есть это тоже фиксирует то, что в разных системах, вот ощущаешь, переход, если не завершен, то он происходит. В языке, ну, вернемся еще к этой теме, в языке медведя русское пространство, это не национальное пространство Российской Федерации, это больше, это нет спора, но тем самым он тоже в этом выступлении признал, что вот этот вот переход, а исторически, ну, достаточно весомый, три десятилетия, он завершается. Так что постсоветское пространство было, и его процессы, его последствия, его разрушения, еще, но я сразу, вот что еще хочу добавить, период постсоветского пространства, это не только переостановление новых государственных систем и новых национальных проектов на основе старого, разрушенного от этого советско-имперского пространства, но это еще и продолжение их внутренних трансформаций, иногда достаточно болезненных, я бы даже сказал, критичных. Один из, ну, таких, достаточно вызывающих и одиозных российских политиков, Константин Затурин, когда-то первым заявил публично, что разрушение Советского Союза не завершено. Он это говорил уже по истечении лет 20, наверное, вот создания постсоветских государств. Пока существует Российская Федерация, то оно не завершено. То есть, он говорит, что те образования политические государства, которые были созданы по факту отказа от союзного договора, что это переходной исторический момент и что еще что-то будет. Ну, естественно, каждый дает ответ на свой лад, что будет. Кто-то уверен в том, что их образование национального государства сильно и будет развиваться именно так, как оно образовано по факту распада Советского, Советской Системы, ну, а кто-то рассматривает это как химическую пищу для роста собственного организма. Поэтому участие в распаде, передел, я использую немножко другой оборот, передел Советского Наследия и продолжение трофеизации Советского Наследия. Можно, Андрей Васильевич, я вам задам провокационный немножечко вопрос, а не кажется ли вам, что мы на самом деле очень недалеко отошли от этого советского, этого паттерна, советской модели? Смотрите, если мы говорим об идентичности, вы начали этот вопрос, то что такое произошло кардинально в идентичности человека, если говорить о сути, а не форме? Одна коллективная идентичность, советский человек, условно говоря, заменена во многих странах, во многих на этом пространстве, на другую коллективную идентичность, национальную идентичность, но в то же время мы не видим перехода к более индивидуалистической модели управления, мы не видим переход отказа вообще от коллективной модели общества и коллективной идентичности, хотя бы того образца, который мы наблюдаем в Западной Европе или Северной Америке. То есть коллективная идентичность, одна коллективная политичность поменялась на другую коллективную политичность. В основном, если мы говорим о широких массах, конечно, мы говорим, что в каждом обществе, в каждом государстве есть всегда прослойка маргиналов, которым мы с вами принадлежим, которые мыслят чуть-чуть по-другому себя в этом обществе. И второе, экономика. Смотрите, одна модель экономическая, когда ключевые ресурсы общества принадлежали партии и власти. По большому счету, поменялись на другую коллективную форму владения собственностью. Сейчас ключевые активы экономические на постсоветском пространстве тоже принадлежат партиям власти, группам власти, большим очень извернув больших транснациональных или национальных компаний. Но модель, при которой ключевые ресурсы, продукты и продуктивные силы экономики принадлежат ограниченному очень количеству игрового, она тоже сохраняется. Так в чем же наша трансформация? Сейчас попытаюсь объяснить. Ну, начнем с идентичности и собственности. В советской или социалистической системе, несмотря на то, что вы часто использовали такой оборот, извращенных социализм, другие эпитеты, ну, в истории понятия можно нырнуть еще и у меня там свой терминологический ряд, мы запутаем зрителей, не суть. все-таки в базовой основе социальной лежал принцип интернационализма, социально-гражданского равенства и, что еще немаловажно, это было как бы прошито в основу культурно-идеологической политики в самом широком смысле от образования до организации производственного процесса некое социальное мессианство. Новый советский человек строил будущее. Неважно, коммунизмом это называли, светлым там или каким-то справедливым. Мы можем, да, мы сейчас можем много спорить о том, а вот не получилось, а вот Хрущев вообще был там выскочкой, недоучкой. И тем не менее около ста лет эта система удерживалась достаточно равновесно и выросло несколько поколений. тех самых советских людей языком Льва Гумилева суперэтноса советского, который специфически решал и национальные проблемы. Вспышки подавлялись, но за счет этого выравнивания и, кстати, уникального опыта внутренней организации миграции, я сейчас не о депортации насильственных отдельных народов, это отдельная трагичная история в истории советской цивилизации, а я сейчас о мегапроектировании, которое запускало механизмы огромной такой масштабной ассимиляции, но сотнями тысяч из разных республик осваивали целину, строили БАМы, Сибирь и так далее, что привело к очень сложной мозаичной системе даже этнополитической карты систем. поэтому как исторический феномен вот эта советская общность, она существовала и даже в конце 70-х годов в аналитике западной советологии отмечалось, что да, но вот эта сверхобщность, как американский народ по аналогии, был советский котел, здесь американский котел, был советский котел, и были свои отработанные инструменты управления этим социальным котром, который как бы снимал напряжение по линии религиозной, национальной и так далее. Опять же, я сейчас говорю амбивалентно, не давая этому каких-то оценочных и доктринальных суждений. Еще более интересная ситуация с институтами собственности. Да, действительно, в рамках системы, которая уложилась после Второй мировой войны, которую Милованджило совершенно справедливо назвал системой правления нового класса или номенклатуры, как Васленский определил, это действительно была классовая структура, но была особенность. Дело в том, что институционально все ресурсы, активы и богатства были оформлены и управлялись таким образом, что их невозможно было частым образом перераспределять. Ими можно было управлять и получать соответствующее положение, место, возможности, но не было механизма какого-либо перераспределить буквально пользу себя или своей группы интересов и так далее. И вот эта особенность собственности сыграла в кавычках злую шутку из первой трансформации. Вообще термин трансформации я хочу обратить внимание зрителей недооцененный теоретик 20 века, хотя его ставят в ровень с такими именами как Адам Смит, Карл Маркс, это Карл Палани который еще в середине 20 века написал несколько работ о большой трансформации где он анализировал переход старой системы средневековой и раннего капитализма в новую систему глобального капитализма. Большая трансформация. У него есть продолжатели я работ этих теоретиков очень люблю и тоже всем рекомендую среди них Джованни Ориги которого часто цитируют. его нельзя буквально учеником но это продолжатели традиций вот этих новых циклов. Так вот в этом смысле благодаря такому обороту трансформация как понятие перестала использоваться только для какого-то внешнего описания внешнего процесса изменения формы. А речь шла о неких глубых качествах в этом моменте перехода из одного состояния социальной системы в другую. В этом смысле распуск и раздел союза это трансформация которая связана была не только с тем что разошлись национальные республики по своим границам но начали глубоко изменяться институционально ушли от советской власти перешли к разным вариантам народа правия демократии с учетом тех особенностей которые связаны многозападных больше обществ начали реформироваться создаваться условия для реформирования института собственности который сначала распространился на ограниченную личную деятельность а потом речь уже зашла о формировании института частной собственности на основные ресурсы активы производство земля водные ресурсы земные богатства и хотя везде есть ограничения но этот процесс был запущен но я уж не говорю о том что действительно были попытки создать и условия развития той сферы жизни общества которая скажем была очень ограничена в советской цивилизации это сфера гражданской жизни тем не менее я должен признать что практически нет ни одного такого абсолютно положительного примера где эти процессы даже за эти 30-летия были завершены возможно с какими-то оговорками речь может идти о прибалтийских государствах которые все-таки зацепили крылом буквально 3 десятилетия существования советской системы как и центральное европейское государство члены СН но основная группа народов объединенных в советскую систему среди них сложная Россия многонациональная это Украина это государство Кавказа Беларусь среднеазиатские государства кстати многие из них молодые они рождались в ходе этих революций создания союза они вот прожили эти три поколения и претерпевали все эти трансформации и в рамках системы социальной союза после периода империи феодализма и затем прошли проходит весь трансформация сейчас почему я говорю о роковой роли реформы собственности потому что по состоянию и на сейчас институт частной собственности остается в специфическом я даже мне сложно подобрать слово не западном варианте развития это и не азиатский способ производства государственной коллективной очень серьезно ограничен на постсоветском пространстве я в своих работах использовал такое я понимаю что это определение такое достаточно обиходное суррогатная собственность и объясняю это немножко ну так публицистически суррогатная собственность это собственность распорядительная когда государство функционирует уже по правилам признания права на собственность сохраняет за собой монополию на перераспределение и неважно под каким соусом это происходит клановой борьбы смены власти претензии законных учитывая что сам переход который мы наблюдали вот особенно 90-е годы бурная антикоррупционная политика национализация все чего угодно это это да это все скорее уже внешняя упаковка суть в том что собственность по-прежнему является доступной для перераспределения да и возможности ею распоряжаться устанавливать даже сложные социальные системы обеспечивающие функционирование этих отношений у капитала появились но тем не менее вот если говорить об этой стороне священного права священного права так и не появилось обладение остается не гарантированным или низко гарантированным больше схоже на аренду до сих пор из-за смены политических реакций ну поэтому распорядительность мне кажется тут уместна как вот а что с идентичностью произошло почему одну коллективную идентичность не подменяют другие коллективные идентичности причем массово ну в советской системе все-таки можно сказать как вот в случае с американским котлом успешен был вот этот вот идеологический культурный эксперимент по формированию над религиозных над этнических и даже над социальных атрибутов идентичности ты мог быть условно рабочим украинцем по этническому происхождению твоя семья могла быть греко-католической православной или католической но в системе советский координат ты был советский человек представитель трудящихся более того мог еще иметь такой важный атрибут как часть какой-то сложной над республиканской системы пионерия комсомол партия профсоюз и прочее вот эти все инструменты обеспечивали как бы твою принадлежность к этому сверхэтносу и его институтам переход к национальному государству естественно все эти всю эту атрибутику по сути разрушил потому что перестали работать механизмы взаимоидентификации важнее стало что земля почва кровь происхождение вышли на первое место культурные идентификаторы уклада поэтому почти все без исключения государства переживали то что нам известно еще по истории весны народа в Европе фольклор золотые века великое прошлое и все то что наполняло смыслом этот новый выбор национальный идея возрождения слово то не глупое возвращение к роду возрождение она была по моему во всех без исключения новообразованных политических системах но в чем казус если мы собственностью говорили о парадоксах распорядительности то в чем адрес хочу сразу сюда добавить на все эти идентификаторы по большому счету на что они направлены на обоснование права распоряжаться ресурсами территории нахождения я сейчас говорю абсолютно в десятку да я буквально несколько предложений извините да нет нет все прекрасно ведете все нормально в чем казус с идентичностью был возможно к этому отнеслись легкомысли направящие круги на момент распоряжения судьбой бывшей системы а может быть это рассматривалось ну так же как привыкли что в советской системе можно было по приказу значит белый сделать коричневыми коричневыми зелеными не проблема как некоторые наши политики говорят они флаг поменяют по барабану главное чтобы власть установить было и такое представление что ничего страшного перекрасятся все но что проявилось почти все постсоветские общества в национальных грозницах и в национальных государствах по внутреннему составу и состоянию были не простыми а сложными то есть не гомогенными а гетерогенными сложными да или сложными 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 да причем сочетались разные культурные уклады разная история формирования и происхождения территорий и все это укладывалось уже знаете как пазлики в советский период вот яркий пример судьба территорий современной нам Украины этим кстати активно пользуется враг потому что история действительно сложная у нас есть территории с исторической памяти глубины еще Древней Руси с памятниками и вот этой тяглости украинскую мову есть регионы где запечатлены отражены в укладах привычках устоях памятниках и памяти модернового времени времен речи посполитой Польши Австро-Венгрии где берегут и гордятся например магдебургским правом своих городах и так далее это несколько вековая память у нас есть территории где кстати как раз сейчас идет самая кровавая бойня российско-украинской войны связана с российской агрессией где глубина исторической памяти изменяется буквально один-двумя веками а инфраструктура жизни и состав населения вообще формировался пожалуй последние 100-150 лет даже последние 100 в большей степени это индустриализация Донбасса это индустриализация Крыма это несмотря на историю создания но все-таки переосвоение в советское время всего юга Украины который стал не просто легендарно судостроительным со времен Российской империи или там исторические места связанные с Крымско-Татарским Канством но которые стали новыми промышленными и агропромышленными территориями с новыми населенными пунктами рождаемыми в последние 100 лет у меня всегда яркий пример такой ну в качестве 1957 год на пустыре где там даже не вспомнят были ли там какие-то хутора раньше создается город Порт-Ильичовск сейчас Черноморск очень молодой славный город но вот у него его глубина историческая память это половина столетия но это современный украинский город кстати с разным самоуправлением слава рядом под Киевом с такой же историей слава у нас рядом под Киевом с такой же историей верно таких населенных пунктов целых районов очень много но я сейчас не только об административной части и границах территорий я ищу о том что и население часто формировалось еще в советском котле вот мы знаем да и часто даже это упоминается у нас есть территории традиционного компактного проживания соседних нам народов или народов которые жили на Украине на украинских землях прошу прощения на украинских землях еще со времен древних времен например там правнуки греков греческие поселения есть болгарские села венгерские села но это все связано с историей формирования современной нам территории ее границ украинской республики республики Украина но сам состав Украины он еще очень сильно подвергался изменению в ходе вот особенно после второй мировой войны ее завершения восстановление и индустриализация перемещение ну второй яркий пример это как после второй мировой войны переосваивался Крым который по итогам второй мировой по населению там по-моему 1400 оставалось плюс трагедия депортированных народов что отразилось на судьбе Крыма а затем в ходе освоения индустриального туда приехало сотни тысяч украинцев центра и западной Украины этот центр Крыма он этнический очень сильно вот такой как бы это правильно сказать он очень этнический украинский центр Крыма и вот подобного рота метаморфоз было много и таких сложностей таких особенностей у каждого вагоны маленькая тережка Казахстан с его историей и проблемами севера и юга поэтому в сложных обществах калька такого национально-этнического модернизма образца 19 века она может быть вначале успешно инсталлирована но затем начинает хромать на обе ноги потому что вот это естественный мультикультурализм внутренние сложности богатства этническое религиозное укладное а эти все элементы идентичности в постсоветский период они они получили стимул все вспомнили о территории о крови и оказалось что не все так просто с этими национальными национально-этническими матрицами может поэтому эти десятилетия сопровождались ну и большим количеством и некровавых и кровавых конфликтов и религиозных споров и исторических упреков это вовсе не означает что все новые государства были обречены на кризис но это означало лишь то что необходимо было после первого несколько упрощенного подхода да вот к созданию по сути новой национальной социальной системы искать все-таки формулы адекватной своим сложным обществом и здесь уместит опыт как раз вот этих сложных обществ на западе в Европе которые переживали свои котлы свои национализмы и свои интернационализмы вот и вот я о чем ну и завершая я бы хотел сразу обозначить что вот этот исчерпанность пространства постсоветского во времени да в истории оно нас погружает в новое пространство связано с формированием и определенных уже сложившихся устойчивых укладов которые позволяют нам воспроизводить жизнь и требуют устойчивых правил о правилах и ценностях только ленивых в последние годы не говорить что нам необходимо вот какие-то унормированные стабильные правила жизни и ценностные ориентации которые перестали бы быть источником конфликта ну и пожалуй что что самое на мой взгляд существенное это все-таки пересмотр самой модели развития сейчас объясню о чем речь в своих текстах я использую ну ссылку на три вариации по которым стихийно часто стихийно пошли постсоветские образования постсоветское государство это модели ориентированы на архаику когда проще и легче было опираться на институты которые вот не были окончательно разрушены в советский период которые оказались эффективны и понятны в условиях самостоятельного развития это особенно характерно для среднеазиатских государств ну и частично республик Кавказа в некоторых случаях даже бывшие партийные секретари ставшие президентами получали обелиск стилизированный под памятники там великих ханов и прочее это отражалось на особенности организации власти которая часто содержала такие родоклановые особенности в политике Казахстана раньше об этом говорили шепотом сейчас это предмет политического анализа это проблема жузов родовых структур связанных с историей и интерпретацией истории казахского народа и разных вот этих групп или семей колен как их называют младшие средние старшие архаичные модели эффективны на этапе стабилизации кризисного развития но они начинают сдерживать развитие когда речь идет когда надо быстро что-то сделать восстановить что-то быстро когда осыпался старый более того да они очень уязвимы в условиях современного глобального мира когда обмен информационный культурный этот фьюжн он взрывает и делает малоэффективным старые привычные часто консервативные подходы к экономике социальным отношениям дипломатии и тем не менее архаичные модели до сих пор сохраняются существуют хотя мы видим что везде сложно Казахстан переживает Казахская Республика переживает свои проблемы не все стабильно в других республиках соседях но мы знаем сложную судьбу Таджикистан сложное сложнейшее общество этнические культурные вторая модель о которой много пишут и наши коллеги это модель ресентиментальная так называем да можно говорить о некой схожести с архаикой но не совсем так ресентиментальная модель она рядится в одежде прошлого потому что крайне необходимо рациональное обоснование своего бытия мы есть потому что мы были и у нас там где мы были было все здорово был свой золотой век миф о золотом веке в случае с Украиной как правило речь идет о двух периодах это либо сторонники славной казачьей эпохи Гетманата с именами с пиететом перед амбицией силой этого времени украинцев того времени либо более такой позднемодерновый вариант это русская революция и украинская большая революция и времена ОНР зумр объединения удачи неудач гражданской войны вот это героическое время в каждом случае естественно отталкивается от неких чеснот и качеств народа который вот обязательно с неизбежностью как тот генокод воспроизведется с рессентиментом всегда есть одна есть одна ловушка мы наделяем качествами чеснотами времена которым это не было характерно присуще ну например казацкая демократия и чуть ли не святость героев казацкого времени я думаю что если бы мы с вами вот оказались во временах Мельничины казанских войн связанных там с борьбой за самостоятельность войти по нас Польшей или участием в российских смутных войнах и походах значит на Москвию попали бы в бытовую ситуацию или в систему иерархии отношений вряд ли бы мы испытывали восторг честно говоря от этой специфической казацкой демократии иерархии и социальных отношений но я уж не говорю амбициях вождей Гетман Мазепа мысль о себе ни много ни мало будущим князем своего Гетмана а князь это не Гетман это часть аристократического правящего сословия тогдашней тогдашней Европы поэтому какое-то имело отношение к развитию самостоятельности народа и выбору независимости сказать сложно но тем не менее княжеские мечты Мазепы сыграли большую роль в тот период ну я могу много и третья модель для постсоветского пространства какова я просто снял разговор что рессентиментальная модель характерна для Украины характерна для Грузии для Армении для для всех кавказских государств для стран достаточно длинной и писаной истории можно найти моменты которые для этого рессентимента она во первых становится возможной во первых потому что действительно у этих народов есть своя сложная история то есть эти народы не рождены событиями последних сто лет грубо говоря у них есть своя история поэтому можно найти золотой век а не золотую десятилетие некоторые народы востока например испытывают проблема в том что в бурных процессах постклониального распада они вынуждены свою историю придумывать ибо еще совсем недавно в сложном качевом Васильевич одна из ключевых ключевых характеристик например Палестина культуры общество которое имеет культуру это способность придумывать создавать национальный миф даже если его вообще не было да ну есть же такое но это и понятий и одновременно метафорическое нация как у я украинскую мову как у я у нас пельнота так оно всегда и работает да как мысленная общность а вот третья модель которую с которой мы сталкиваемся для нас это не проблема теории с которой мы сталкиваемся буквально в нашей истории потому что наш враг носитель этой модели это модель реставрационная то есть в данном случае реставрация это реставрация вчерашнего прошлого я сейчас не говорю о каких-то реконструкциях там столетней давности реставрационная модель которые мыслится как вчерашнее будущее да потому что два государства по сути идут по пути реставрации вчерашнего прошлого которое выглядит более понятным стабильным а главное условием некого уравновешения общества которое взбудоражено вот этим переходом 90-х и распадом старой системы реставрация это как спасение вот в России реставрационная модель выразилась буквально даже в атрибутике от гимна страны художественных символов героики имен до официальной идеологии опять же пропеллирую к последнему доктринальному выступлению Медведева где он четко связал Российская империя Советский Союз и современная Российская Федерация это вот три правоприемника и исторические преемники вот вам флаг вот вам музыка гимна и слова гимна да пионером в этом плане конечно была Беларусь после прихода к власти Лукашенко Беларусь даже посмеивались что это советский заповедник был такой период мне кажется что Беларусь это попытка была модернизации Советского Союза ближе к китайской попытке это не была попытка потому что Беларусь отбрасывает например там не советское не российское имперское прошлое националистическое прошлое она отбрасывает а Россия не отбрасывает свое националистическое прошлое условно говоря условно десятку совершенно верно реставрировать нельзя частями чтобы машина ехала надо чтобы все детали были рабочими вот так и случай с реставрационной моделью да в Беларуси законсервированы были отношения собственностью очень специфическая политическая система такая советская самоврядна да включая там их особенная двухпалатность в парламенте сбор депутатов у них есть собрание да ну в общем вот эти все элементы но Беларусь осталась в рамках вот такой маловлиятельной государства тире стратегической автономии без каких-то больших амбиций а это входит в противоречие с тем чем был социалистический проект который по сути своей был мессианским вот тут действительно путинская реставрация оказалась более ну скажем как бы это правильно сказать более адекватной задачей то есть поставленная задача реставрации а если реставрация то это сверхдержава со всем набором как опять же апеллирую к российским идеологам это не только вопрос стабильности государства границ это сфера стратегических интересов и глобальных интересов то есть это вот этот уровень амбиции который обеспечивается всем милитарностью желанием присутствовать во всех важных контрольных точках мирового рынка геополитического влияния и защита сферы интересов которые выходят далеко за рамки твоих физических границ все то что мы слышим буквально этому всему что нужно соответствующая историческая легенда но если в рамках советской системы советско-социалистического котла это решалось идеей общего будущего для всех и как бы миссия социалистического эксперимента советского народа была создать благо себе и всему миру вот как лидер большой социальной революции во всяком случае так это было в религиозных скрижалях коммунистической идеологии идеологии в случае с реставрацией а-ля путин здесь все немножко метаморфознее сложнее мы видим на самом деле добрых 20 лет метаний в поисках того а на что же претендует реставрируемая новая общность причем метания эти достаточно жалко конечно что в России сейчас свобода слова осталась даже не на кухне а где-то в предбаннике в туалетах вот но это само по себе конечно уникальный феномен когда метание от евразийской идеи связанной там с новой цивилизацией а-ля евразийцы гумилевщина и дугинщина русский мир как мир возрождающейся русской нации у которой тоже есть сторонник попытка восстановить СССР в определенные моменты или ну вот недавно да недавно я встретил статью небезызвестного Александра Цыпко помните такой популярный был публицист в перестроечный период и сейчас это уже пожилой человек обществовед вот он еще до сих пор пытается в своих статьях оправдать и обосновать необходимость завершения вот национального возрождения то есть возрождения русских и апеллирует он как раз к итогам и трагедии революции в Российской империи когда проиграли кадеты когда проиграли сторонники вот милюковского возрождения грубо говоря где русские должны были стать вровень с рожденными амбициозными нациями тогдашнего запада но вот не сложилось но в этом отношении и то что предлагается сейчас с кремлем оно не соответствует задачам русского национального возрождения речь по сути идет опять же о суррогате где под русскостью подразумевается некая неосоветскость ища вот эту новую идентичность они достаточно эклектично начинают описывать что это такое потому что если это не национальная русскость то это и не православная миссия уже все чаще мы слышим что мы и православные и буддисты и мусульмане а в сухом остатке мы получаем что мы получаем извините меня исторически банальный этатизм восторг от государства это не может быть а если не православие то какой русский мир попытаясь превратить русскость вот в эту мегаэдентичность над этническую вынуждены пересматривать а как с религией ну религии у нас много а как с этносами а у нас этносов много русские это это сверхэтнос но раз так тогда объединяет что держава великое государство а великое государство почему у меня на языке появилось этот русский рейх это тот самый государственный империализм и вот здесь мне кажется то самое слабое место я сейчас не об идеологии а о слабом месте выбранной модели потому что реставрировать великую державу эпоху когда мы ну мы с вами затрагивали эту тему я хочу сейчас очень кратко на этом остановиться в глобальном мире структуры власти меняются национальные государства как таковые с их правительствами и мощью могуществом перестали быть единственными источниками силы потому что появился глобальный капитал транснациональный структуры а главное перестали быть главными единственным источником удовлетворения индивидуальных и коллективных запросов и потребностей государство было раньше в этом сейчас ключевые запросы на безопасность на благополучие на что угодно могут удовлетворять абсолютно другие игроки уже не государство да я не вовсе я не сторонник той радикальной точки зрения что государство умирает да нет конечно государство не умирает от того что изменяются только особенности рынка и структур собственности но они видоизменяются и современное государство это всегда государство с частично делегированным суверенитетом с объективной необходимостью с потребностями в каких-то сложных глобальных взаимозависимостях от производства миграции знаний технологий поэтому ну глупо было бы думать что кто-то сможет создать абсолютно автономную систему которая будет жить с абсолютизированным суверенитетом и уж тем более с таким же абсолютизированной идентичностью в рамках такой системы поэтому я думаю что российские идеологи вот в этой инстанционной модели на самом деле до сих пор поиски они незаметно даже для вот этих раскрывших родслушателей постоянно корректируют свои определения потому что не чувствуют что вот выбранный выбранная модель у нее есть предел после которого будут кризисы кто заказчик этой модели ну в широком понимании этого слова и какие движущие силы этой модели для чего ну давайте мы сложим начало разговора с моделями во всех трех вариантах все-таки мы в большей степени говорим о политиках внутри связанных с тем чтобы удерживать общество управлять им не допускать ему разбегаться и там тем более конфликтовать поэтому архаика или сентимент или реставрация но все-таки есть объединяющие начало среди которых например специфическая собственность и специфическая история элит ведь сейчас все очевиднее что во многих не во всех но во многих государствах вот в этом пост уже постсоветском пространстве элиты имеют свою преемственность да это еще не европейская аристократия которая значит утверждалась после нашествия народов варварство и освящение церковью но тем не менее очень много схожего с историей молодого феодализма где появляется право на власть если не наследование буквально собственности то наследование положения в системе кстати заметьте у нас даже коннотация мажоров изменилась в советское время мажорами называли детей номенклатуры которые просто жили в политных школах сейчас мажоры это наследники распорядители части богатства своих родителей которые и по структуре своей они все вынуждены создавать корпорации то есть в взаимоотношениях мы везде сталкиваемся с тем что само государство это как ну другими словами подберу условно разные варианты каких-то акционерных обществ где идут бесконечные внутренние войны отжим пакета акций выбрасывание там какого-то слабого миноритария но тем не менее это какой-то сложный внутренний процесс и иногда в сердцах называют жизнь элит после пануальной семьей им даже скандали сложно какой семьей еще пануальной для меня такое слово что оно означает пануальная семья это одинет жены и мужа где общие жены и общие мужья да это из истории древних обществ до института государства семьи и брака и собственности так вот в этом смысле большинство этих корпораций это такие политические пануальные семьи которым даже сложно сводить счеты потому что они в истории так завязаны часто завязаны истории капитала воровства преступления либо захвата власти что им сложно расходиться и тем более сложно публично это объяснять но дело не в этих эпитетах корпоративная структура по советскому государству привела к тому что само государство как бы расщепилось на публичную сторону то что мы видим фасад это фасад это элементы политической системы давайте возьмем для примера Украину у нас есть президентура есть парламент причем с лучшей в Европе конституцией как ее называли в девяносто шестом году идеальный текст вроде бы с системой самоуправления которая не является государственной властью но тем не менее развита структурирована до уровня населенного пункта но по факту мы постоянно у нас у нас у нас у нас в языке административный ресурс административный капитал кумов ствол хроническое нарушение конституции и упреки что право не работает конституционное право то есть мы на самом деле сталкиваемся с каким-то другим настоящим государством которое не живет в рамках политической системы оно ею пользуется но живет как-то по-другому от каденции к каденции президентов у нас расслабляют так называемые семьи кумовья либо окружения хотя такой категории нет в политической системе но эти люди по влиянию возможностям включая буквально институциональные возможности влияние например на систему права судебную приватизационный процесс даже более влиятельный чем исполнительная власть самое интересное что подобного рода корпоративная особенность государства декоративного и настоящего в разных вариациях но вы ее найдете везде то же самое можно говорить о путинской России то же самое можно говорить о истории казахской политической системы бесконечными скандалами бегством затьев министров и разбором куда исчез опять миллиард и так далее я уж не говорю о всех сложностях и трагичных перипетиях истории в Грузии в Армении и так далее вот эта корпоративность ну во-первых она отражает незрелость самого института собственности если бы те кто как бы стал новыми магнатами был уверен что это священно неприкасаемо поверьте мне и политическая система бы по-другому функционировала не было бы похода бесконечного бизнеса их менеджера во власть чтобы мандат зачем чтобы сохраниться как они говорят чтобы неприкосновенность получить то есть собственность прикосновенна мандат неприкосновенен парадокс да а сейчас вот мы находимся в ситуации когда практически везде везде я это утверждаю вот эти образования по характеру корпоративность двое с расщепленной системой государства расщепленным государством правильно было сказать не государственностью они тоже исчерпанности кризис везде повсеместно даже нынешняя агрессивная политика России Путина и поход на войну если мы сейчас не рассматриваем наши этически важные сложные проблемы войны переживания если мы говорим языком как бы историосовского осмысления это вынужденная мере чтобы не потерять Россию война мобилизует война спасает война позволяет делать то что невозможно и не работало в загнивающей корпоративной системе довоенной в России более того война стала и стимулом кадровых перемен чисток репрессий и так далее и так далее оказалось что только таким путем можно вообще согнить эту систему перераспределение собственности гуманизации политической системы проще говоря не от хорошей жизни это не делает наш разговор легче и нашу ситуацию проще но действительно во многом вот эта воинственность милитаризм и хищничество России вот образца 2020 ну наверное 2014 года пожалуй в нашем случае это не от хорошей жизни это бегство от кризиса реставрационной модели которая начала давать сбой и чем больше наращивается реставрационный ресурс да ну скоро разговаривать уже галстуки пионерские все будут и и ходить в строем тем сложнее будет выживать тем больше нужно перенапрягать систему чтобы она не давала внутренних сбоев тем больше мобилизационных механизмов нужно задействовать для того чтобы это удерживать здесь я сразу скажу нам не нужно упрощать потому что мобилизационный ресурс современной России очень большой очень сильный во-первых это естественное богатство во-вторых это специфика инфраструктуры государства которая в отличие от советской системы не переживает конфликта элит на уровне республиканских номенклатур а выстроила систему которую я ее называю система кормления более вертикально интегрированные в этом отношении более сбалансированные не конфликтные изгои появляются на верхушке внутри элит но изгоем сложно появляться в этой елочке последние последние пассажи с которым выступал Путин ну например отношения региональной политики списание долгов это об этом это это продолжение политики удержания кормления подкармливания сохранения стабильности и это работает то есть вот этот ресурс мобилизационной машины достаточно еще силен и рассчитывать на то что все это рассыпется как союз 80-е было бы наивно но несомненно и то что реставрационная модель исторически себя исчерпывает не очень ограниченное время вот если хотите реставрационная модель россии это вот этот период выхода из постсоветского пространства но это тоже переход а вот куда будет этот переход вот переход он в какую-то новую гибельную россии тоталитарную систему или через 5-10-15 лет в какой-то новый перестроечный мягкий вариант перезагрузки федерации и такова про европеизацию думаю мне сейчас сказать сложно а возможно ли дальнейшее сегментирование всего этого пространства потому что это реставрационная модель которую сейчас поведет россия это попытка как раз бороться с сегментированием этого пространства которое продолжалось период распада советского союза вы знаете я когда-то увлекался было такое направление параллельно геополитическим учением оно было развито не только в советском образовании вообще в европейской науке в середине 20 века экономическая география даже когда-то мне попадали с работы первых экономических географов британцы когда-то такой предмет еще в школе университете даже был не знаю есть ли сейчас распределение ресурсов инфраструктура мира рынки сама посреди дисциплины правда интересно очень богатая была на материал собственно без экономической географии сложно понять основы геополитической доктрины честно говоря вот глазами экономической географии Россия как наследник союза в плане амбиций программ и инфраструктуры жизни она во многом воспроизводит и вот эту внутреннюю как бы ну если хотите внутреннюю связанность объясню объясню потому что многие прожекты связаны с производством урбанистикой логистикой они транс транс республиканские транс территориальные они еще придуманы в советское время многие из этих проектов придуманы спроектированы в советское время то есть каждая часть территории ее населения особенность это компактное приживание вольно-невольно включено в какой-то мегамеханизм оно как бы внутрироссийски глобализировано и в этом отношении очень сложно планировать ну прагматично планировать какую-то свою самость взять от соединиться и понимаете потому что они уже внутри сложной системы кстати почему это различается от того что было в союзе здесь я проапеллирую к автору который работа которая тоже мне очень нравится это итальянский левый историк Джузеппе Боффа он еще в начале 70-х наваял двухтомник история советского союза потом дописывал еще учитывая события 80-х так вот он метко заметил что трансформация в советской системе началась еще в ранний постсталинский период почему потому что начали демонтироваться жесткие вот эти вот ну тогда наркомовские структуры монопольные у номенклатуры у республик которые начали получать больше реальных свобод появилась часть собственности в распоряжении более того с подачи Берия была проведена политика коренизации элит что это означало на практике что начали получать карьерную поддержку местные кадры у местных структур партий и советской систем появилась возможность тянуть своих и к 80-м годам во многих республиках образовались гнезда со своими интересами сферой влияния и компетенции даже пограничными возможностями например некоторые элиты среднеазиатских республик даже имели левые торговые каналы с соседним Афганистаном Ираном и так далее такие явления например как Кунаевщина это же не только про воровство хлопка денег с хлопка это еще и определенная монолитность и ну если хотите советский сепаратизм элит впрочем так же как и грузинские элиты до прихода Шеварнадзе Шеванидзе был такой первый секретарь который тоже был суверенщик в Украине были свои суверенщики автономисты это небезызвестный Петр Шелест да и Щербицкий несмотря на свои амбиции роста в Москву тем не менее он все таки ну был частью возрожденчества понятно Андрей сейчас мы заговорили об Украине какая роль я к тому что я подвожу к чему что почва для передела появилась и эту почву лелеяли добрые два десятилетия в современной Российской Федерации видимо выучили хорошо уроки распада союза поэтому декларируя о федеративности там выдерживаются эти два направления первое вертикально интегрированное кормление выращивание поддержки управления элитами кстати помните решение Путина было о округах которые наложились на федеративную структуру ну и второй момент это то что то что культивируется это все-таки превалирование мегапроектирования из центра территориям сложно что-то делать самостоятельно если они не включены в большие программы вот инфраструктуры торговых сетей каких-то мегапроизводственных проектов и они все часть вот этого большого сложного механизма не не сепарируешься из этого вот и о чем без без потерь давайте еще поговорим немножечко об Украине какая наша роль и место в этих процессах вы часто еще применяете такую гихотомию победы и успех вот что происходит у нас это вообще в целом ну во-первых я знаю что я я вам пытаюсь я понимаю что такой переход резкий но военное государство последних двух лет это тоже новый феномен которого история Украины современная да и не современная наверное давно давно не знала это же что-то абсолютно новое все же или нет ну не бывает вообще военного общества вообще государство я поэтому сказал государство да милитарные структуры ну например знаменитая милитарная Германия после объединения у нас был гетманат который по форме был военной организацией военно-политической организацией общества да да давайте отопьемся от гетманата окей в сравнении например с той же с той же Германией и рядом других известных нам европейских обществ украинская мова это было становое суспильство где военное это было сословие во времена казачьей и тогдашней Украины Украины не знаю как тут корректно говорить казаки это было социальное сословие выделенное помните бесконечно эти споры о реестровости нерестровости связаны эти споры не прекращались даже после обретения независимости от Польши потому что сколько было жалоб что не записывали при Хмельницком и потом не записывали в реестровые казаки не всех многих по домам вернули то есть грубо говоря это было профессиональное военное сословие часто служившее по контракту или как шутит наш коллега Константин Бондаренко я обожаю смотреть его эфир он всегда меток и скаметен да это в каком-то смысле ЧВК в каком-то смысле потому что рождалось вот этот феномен казачества если вы помните с первых наймов со стороны князя Литовского который нанимал казачьи дружины для охраны границ это еще наверное 15 век если не ошибаюсь да и оно было очень условно связано с институтом гражданства или аналогами гражданства условно говоря в отличие от армии которые всегда связаны в той или иной мере с институтом гражданства казачество оно всегда очень условно было связано даже с условными институтом гражданства да совершенно верно Это были организованные полки, которые территориально были выделены, у которых были свои навыки, которые были на рынке. Они служили или были в найме, или были частью каких-то больших компаний, связанных с военными действиями. Они, соответственно, имели свое социальное положение со своей профессией. И это не было частью какого-то большого национального организма, говоря нашим языком. Они так и оставались выделенным сообществом. И хотя казачество можно рассматривать на те творчую ссылу, как источник рождения национальной общности, но всего лишь как источник. Что казаки под большим счетом так эту миссию не выполнили, не завершили. Более того, то, что они инкорпорировались в Российскую империю во времена уже Екатерины Плюс, в конце 18-19 века, говорит о том, что исторически исчерпался потенциал этого явления. Ну и сама поздняя Запорожская сечь была серьезной политической и государственной проблемой для Гитмоната. Прекрасная роль для таких становых сословий сыграло то, что начали появляться регулярные армии с призовом. Особенно феномен 19 века, когда служба в армии стала долгом, или подданство, или гражданство. Вот трагедия Тараса Игоревича Шевченко, которую рекрутировали, наказали солдаты. Это время, когда армия перестала быть продуктом сословного обязательства, как это было, например, в европейских обществах, времен баронета во Франции, либо времена военной аристократии еще до объединения Германии, где воинская служба это был и статус, и аристократическое звание, и долг одновременно. Но мы знаем и другие милитарные общества, например, общество эпохи европейского тоталитаризма. Я хочу это подчеркнуть, европейского тоталитаризма, рожденного идеей фашо, тотального государства, и нацистскими экспериментами, в большей степени даже это касается Германии, а не Италии, где военная часть жизни стала долгом каждого. Милитаризация всех в разной степени, потому что мобилизация рабочих на работу на предприятии, даже если не связано с оружием, оно было милитаризировано по организации труда. Четкость дисциплины, ответственность, наказание и так далее. Не всякий труд уже оплачивался как рабочая сила, появилась часть насильственного труда на военную машину. Мобилизация в зависимости от ситуации подлежали все, включая даже допризыванный возраст. Гитлерюгенд фашистской Германии, особенно в конце. Но эти милитарные общества, как бы их, ну, как бы еще бы их не сравнили, это исторически временное явление. То есть, грубо говоря, они были возможны, а, эпоху такого расцвета старого индустриализма, когда все государства предложили большую фабрику, б, когда власть принадлежала одновременно политической элите и распорядителям этого самого промышленного капитала. Ведь нацистскую Германию творили не только однопартийцы Гитлера, но ее творили и тогдашние германские олигархи, которые были выгодополучателем милитарной промышленности. Мы живем в других обществах. Во-первых, в обществах, где огромная доля постиндустриального сектора. Во-вторых, где, ну, мы уже обозначали это, где раскрылись границы и высокий уровень коммуникации и перемещений по всему миру, где рабочая сила перестала ограничиваться национальными границами. В-третьих, и это тоже немаловажный момент, где невозможно ограничиться только выполнением долгов в простых рядовых функциях. Военная профессия-то стала просто еще и сложной. Просто сложно. Я понимаю, что сейчас, когда в Украине идет мобилизация и просто не хватает в пехотных подразделениях, и даже в вспомогательных подразделениях, у нас большой спрос на простые военные профессии. Но в любом случае современная армия, кроме всего прочего, это не столько положение, сколько профессия и образование. Что речь идет о сложных технологических системах, киберсистемах, управлении. Я уж не говорю о радикально изменившейся тактике поведения на войне. Об этом говорят наши эксперты. Без подготовки даже рядового состава к этим новым сложным реалиям. Это не ура с шашкой и не на коня в поле. Вот я о чем. Поэтому я, несмотря на популярность сравнения с израильской так называемой моделью, где просто эффективен механизм мобилизации, подготовки мобилизации, я считаю, что милитарное общество в прошлом, и в России, которая сейчас ведет агрессивную войну и является оккупантом в Украине, несмотря на разговоры о большом мобилизационном потенциале, тоже есть пределы мобилизации. Объективно. Это не про количество людей. Это о том, что современная армия, ну, у нее с необходимостью есть набор качественных технологических и организационных атрибутов. Качественных атрибутов. Не может быть миллион истребителей. Не может быть сто тысяч, там, не знаю, современных каких-то систем залпового огня. Это просто не производится. Это не может существовать и организовываться. В отличие от сотен тысяч навал и орд, где каждая боевая единица – это там шашка, копье, меч, современная армия – это жесткая иерархия, ограничения и новые подходы к решению задач, потому что есть оружие с элементами массового поражения, есть тактики, связанные с недопустимостью массовых поражений вооруженных сил, поэтому тактика малых групп, высокая технология обеспечения и сопровождения. Это все исключает большую массовость. Но резко увеличивает, ну, это уже мы сейчас уйдем в сторону, проблемы в точности иерархии. Где на этом постсоветском пространстве Украина и какие у нас процессы происходят? Ну, я, во-первых, да, вы правы, что меня вернули на землю. Не кажется ли вам, что, ну, очень популярна была модель в отношении того, что на постсоветском пространстве борются две идеологии его трансформации? Это российская, которую вы называете реставрационной, новая империя, и, условно говоря, украинская, дальнейшая сегментация этого пространства на новые и новые национальные государства и дальнейшая их вестернизация, включение их в глобальный рынок. Ну, смотрите, я сразу сделаю оговорку, что политика Кремля сейчас – это, ну, пожалуй, не столько политика территориальной империи, сколько геокультурного империума. Они даже слова подбирают. Борьба за людей, значит, формирование вот какого-то общего пространства, границы государства, границы стратегические, вот все про это. Что касается судьбы Украины, я писал несколько работ об этом, поэтому мог к ним проапеллировать, в том числе работа «Судьба республики». Конечно, с нами, несомненно, свою историческую злую шутку сыграла рессентиментальная политика. Вот в поисках золотого века мы вольно-невольно создавали конфликты, которые вам хорошо известны, вы тоже часто на это обращаете внимание. Но это же рессентимент – это тоже элемент реставрации. Нет, рессентимент – это одежда. Рессентимент не исключает возможности адаптации к современности. А реставрация общественного осознания хотя бы частично происходит, наверное, до предыдущих форм, или нет? Рессентимент более эгоистичен. Мы же говорим не об абстрактных реставрациях, мы говорим о рессентименте в Украине и реставрация в России. Так вот, реставрация в России претендует на универсальность, поэтому они ищут этот язык. Кто они? Советские, русские, постсоветские. А проблема рессентимента украинского возрождения состоит в том, что мы попадаем в узкое горлышко возрождения украинского этноса. И это, даже если не было такого замысла у романтиков, воспроизводит проблемы, на которые надо давать ответы. А почему мы так сложно устроены? А история территорий? А различия в исторической памяти? А вот эти вот памятники, извините, разные. А сложно ли... Я вам приведу пример, для наших зрителей будет интересно. Ну, все знают Венгрию. Все знают, что в Венгрии правое правительство, правое государство. Но дело в том, что после турецкой оккупации, которая длилась 150 лет, этнических венгров на территории Венгрии осталось 30%. Все остальное население современной Венгрии были не венгры. И после того, они несколько раз, в несколько этапов выстраивали, подходили к вопросу, что такое венгерскость. Вот так, наверное, скажем. И они подошли к этому вопросу, скажем так, по-другому немножечко. Не совсем, не в рамках классических моделей. Они сказали, что венгерский язык – это важно. Христианство – это очень важно. Они на этом строятся. Но венгерскость – это язык и христианство. А главное, что стремление к совместной свободе. Вот смотрите, у нас же в истории мысли и наших деятелей, которыми мы гордимся, можно вспомнить такие славные имена. Поэтому я просто вам чему говорю. Это тоже ресентимент, но ресентимент – ресентимент в рознь. Не весь ресентимент национально-этнический. То есть бывают разные модели ресентимента. И поэтому, с одной стороны, современное венгерское общество достаточно национально. А с другой стороны, оно антимиграционно. Оно во многом консервативно и антилиберально. Но с другой стороны, оно очень открыто для иностранцев. У них очень мало национальных конфликтов. Они даже решили, например, вопрос ромов, который не решаем в Европе практически. Ромы очень большая меньшинство в Венгрии, но оно социализировано, глубоко социализировано. Вот знаете, Руслан, ответ на вопрос… Это один из европейских примеров. Да, какой ресентимент был бы для нас нетупиковым, дает история наших Майданов и событий на Майданах. Я, чтобы обратили внимание, часто обращаю внимание на то, что, к сожалению, задачи вот этих всех революционных потрясений у нас до сих пор не решим. До сих пор. Люди поднимаются, разочаровываются, скидывают очередного политического лидера, который начинает про нас история проклятых королей, непрезидентов. И тем не менее. Но эта же история нам подсказывает, что людей объединяет. И это объединяет нас, кстати, в истории. Ведь рождение вот этой амбиции иметь свое государство, оно связано с кризисом и крахом, постепенным распадом старых европейских империй, начавшихся еще с наполеоновских войн и завершившихся в Первую мировую войну. В это время имена, которыми мы гордимся, Шевченко, Кулиш, Драгоманов, вся эта история народнического движения, она мечтала о семье вольных народов. Заметьте, они говорили не о том, что нам надо каждому свою пещеру окучить и закрыться. Они говорили о семье свободы без вот этой вот господствующей настройки. И эта семья в данном случае, это тот самый европейский федерализм, к которому мы подходим. Это первый важный момент. Второй важный момент, если говорить о рессентименте. Политическая история уже нашей современности, то, что отличало и отмечалось в истории уже ОССР, есть очень красивое слово украинскому – размоинтие. Разнообразие. Разнообразие, да, разнообразие. Это тот принцип в политике, алгоритм, который обеспечивает нашу внутреннюю связность, внутреннюю слаженность. Поэтому быть вольными в семье народов, сохранять размоинтие, ну и это вовсе не отрицает всех тех культурных особенностей, которые есть у каждого, которые культивируются, если это же этничности, фольклоры. Вот это те два момента, которые постоянно воспроизводят в Украине энергию, ну и самости своего украинского мира. И третий момент. Любимое слово политика у нас – независимость. Независимость и так далее. И если вспомнить историю этих дебатов, связанных с декларацией, независимостью и прочего, самое-то важное в любой амбиции – это поступать самостоятельно. Да, я знаю, что в истории критики идеологической, самостийники у нас даже приобретали такое, ну, осудительное, да, ироничное, самостийники. Но самостоятельность – это нереализованная амбиция. Это нереализованная амбиция Украины. Мы до сих пор не самостоятельны. Мы до сих пор признаем, что даже в условиях бед и кризиса мы постоянно выживаем за счет помощи, без которой нам, даже наши лидеры признают, нам не жить. Нам не выжить без внешней помощи. Поэтому самостоятельность, если хотите, это неотъемлемая часть национальной идеи. И она не этнична. Она, если хотите, связана с выживаемостью общества как целого. Вот в этом розмаике. Без самостоятельности невозможно благополучие и развитие для любого народа. В каких случаях ресентимент может победить реставрацию? Я имею в виду не только на поле боя, а прежде всего идеологически. Может ли вообще ресентимент победить или противостоять реставрации? Во-первых, я выскажу парадоксальное предположение. Но мы находимся сейчас у порога довольно распространенной, глобализированной ресентиментальности. Я попытаюсь это обосновать очень быстро. Наши коллеги ввели в оборот лет 15-20 назад вот эту парность понятий глобализация и глокализация. Чем больше мир связан, чем больше выравнивается развитие разных частей мира, разных экономик, тем больше амбиций у народов, у малых групп на свое место роль, на выживаемость. Комментируют характеристики войны, я использую термин еще война идентичности, война суверенитета в идентичности. Это не пропопально правило. Потому что сильная идентичность – это и защита, и валюта одновременно. Да, право на жизнь, право быть тоже историческим, не исчезнуть, не раствориться в чужом. Потому что глобализм только обостряет это. А значит, по мере формирования новых правил этого сложно устроенного, уже не однополярного мира, кто бы это ни утверждал, но перестал быть однополярным и бекином, глокализация все равно будет очень выраженной и стремление каждой общности, этнической, религиозной, даже внутри государства большого, даже внутри, но сохраняет свое «я», свои особые права, свои автономности. Не обязательно борьба за свое государство, их и так у нас уже по три сотни. Но как минимум за свой автономизм культурно-экономический и, может быть, с какими-то дополнительными возможностями, в качестве примера, ряд северных народов, представители других государств имеют право голоса в Арктическом Совете, как народы севера. Вот такого рода инструментов, я думаю, будет много. Будет будущее континентов, будущее океанов, будущее больших коммуникаций, где будут голоса народов даже без государства, или религиозных групп без государства. А это с неизбежностью будет требовать и какого-то своего, ну, если хотите, выраженного, особенного, особенной стати своей. Я, как старый любитель фантастики, когда-то читал много, а сейчас нет, нет, да и посмотрю какую-нибудь фэнтези. Вы обратили внимание, когда режиссеры фантазируют, как выглядят инопланетяне, они не только сочиняют, значит, внешний образ, но они еще и придают значение тому, в каких атрибутах эти инопланетяне, каких-то особо планетарно-этничных. Ну, пока что ни одному режиссеру и писателю, к сожалению, чего-то действительно неземного придумать не удалось. Я тоже любитель фантастики. Все равно оно все имеет антропогенные формы. Да, поэтому ренессансная сторона жизни с удивительными еще поворотами, с удивительными поворотами в плане информации, утверждений, амбиций, видимо, захватит, ну, добрую половину наступившего 21 века. Так что от рессентимента мы не уйдем. Вопрос не в том, хорошо это или плохо. Вопрос, вы совершенно правильно задали, когда он может быть конструктивным? В нашем случае, если мы будем нырять в историю Триполия, в историю княжества, либо мы, боюсь, в этих соснах будем блудить. Мы будем не придумывать и убеждать остальных в правоте этого мифа. Это возможно, но тоже сложная задача. А вот если мы с вами будем делать другой акцент, он тоже сентиментальный, на истории вот этого революционного стремления к воле, на энергии научиться быть самостоятельными, не быть вторыми, что пронизывает работы, поэзию вот добрых двух столетий. Это тоже сентиментальный подход, но он с открытым финалом. Он как бы одухотворяет и заставляет думать, как это реализовать. То есть, грубо говоря, не останавливаться на вышиванках, тем более, что в нашей стране, кроме украинских вышиванок, еще у многих народов есть прекрасное фольклорное наследие, на которое надо дорожить. А продолжать то, что является для нас воплощением славных времен европейских революций, стремления к просвещению. Кстати, все просветители дорожили вот этим культурным обменом. И это позволяет нам не отбрасывать иные культуры, как недопустимые, а переприсваивать их. Переприсваивать. Включая советский период и до советский период. Иногда правильно интерпретировано чужое наследие превращается в идеологическое оружие. Абсолютно. Самые успешные государства, такие, например, как США, не дадут соврать при этом или Канаде. Андрей Васильевич, спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Друзья, мы старались думать просто. У нас не было сегодня плана или стратегии. Мы просто считайте, что мы с Андреем Васильевичем пили с вами вечерний чай. Да, знаете, Руслан, я бы хотел, чтобы, да, вот зрители по-разному оценивают такие разговоры. Есть практическая сторона, я хочу одним тезисом ее выразить. Вот особенно с момента. Я на это стараюсь обратить внимание во всех последних эфирах. Ну вот, если бы мы были способны сейчас ускорить политические события и добиться от наших партнеров в Европе принятия Украины и Евросоюз в условиях во всех временем. Вот понимая все и понимая ту не только военную наглокультурную грозу, которая сейчас сформулирована со стороны Кремля, а русскому и за что они борются. Вот это практическое воплощение нашего разговора в какой земле быть и почему это не теоретический вывод, а это практическая задача политики. Ни через 10 лет, ни через соглашение о полном виде. 2024 год. Европейские парламентские выборы. Украина должна идти туда с позицией. Нужно принять решение о членстве. Это новые возможности, это новая опция в российско-украинской войне, это новая роль европейской дипломатии и это шанс на поворот в этой войне. Вот я рассуждаю таким образом. То, что называется game changer, я не знаю, как это перевести это механизм или переключатель, который меняет игру. Да, абсолютно. Меняет ситуацию. Андрей Васильевич, спасибо большое. Андрей Ермолаев, социальный философ. Сегодня мы думали вместе. Друзья, подписывайтесь на канал. Смотрите Андрея Васильевича на других платформах. Всегда это приносит огромную интеллектуальную радость. До свидания, друзья, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо вам. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!